Добрый вечер, Игнатий Тихонович! Добрый вечер, Юрий! Принимайтесь с миром! Спасибо, Христос! Я к Вам с вопросами. У меня несколько вопросов. Хорошо. Первый вопрос – это насколько наша реальная жизнь христианская совпадает, соответствует с тем, что мы читаем в Писании. То есть те слова, когда Господь говорит «отвергни себя, возьми свой крест и иди за Мной». И вот это то, что выразил Алеша Карамазов. Вы, наверное, помните в «Братьях Карамазов», когда он говорит «не могу я дать 2 рубля вместо сказанного «раздай все» и вместо «следуй за мной», ходить только к обеде. Вот насколько вопрос мироощущения христианина совпадает с полнотой его служения Господу. Потому что христианин, он, получается, действительно тогда, если следовать букве, Писание должен отречь на себя полностью. То есть себя во всех отношениях, должны быть в семейных и прочих. Вот такой вот вопрос, Игнатий Титанович. То есть полнота самоотдачи крестов. Если бы человек реально представлял, есть такие постулаты, называть как почти непроизносимые, реальные, нереальные. Вот привыкли мы слова какие-то ставить, которые что-то заменяют. Вот условное, безусловное. Есть только две вещи, безусловные, абсолютные, с которыми согласен каждый, рожденный на земле. Это апостол Павел в послании к Ириному говорит, всем нам надлежит умереть, а потом суд. Вот веришь ты, не веришь в Бога. Ты можешь забить голову разными теориями, считать, что человечество существует миллионы лет, но в конечном счете я умру. И вот Экклесиас, то есть Соломон, об этом говорит. Я приобрел такие знания, а участь одинаковая – мудреца и глупца. И вот с этой позиции, если заходить, реально в это верить, что я умру, а эта жизнь есть подготовка к будущности, вопросы вообще все снятые. Не надо никого уговаривать, ничего нет. А здесь только одно. Главное – это что? Участь животных, говорит, из человека одна и та же. Поесть, попить, помощиться, расплодиться и умереть. Ну, что-то другое-то есть. Неужели для этого Бог нас послал на эту землю? Одно дело, если бы Бог не дал откровение о себе. Слово «откровение» – это не книга откровения, а то, что Бог открыл о себе. Но оно есть, оно открыто в Святой Библии. Бери и считай, какой был замысел в творении, с какой целью Бог продляет этот мир. Вот сегодня астрономы, особенно об этом, когда рассматривают внимательно за солнечной галактикой, какое устройство планет. И только в Солнечной системе совершенно все по-другому. Неправильно она устроена. Не по тем принципам, по каким все остальное мироздание устроено. Почему? Ответ только один находит – верующий, неверующий. Юпитер не на том месте, Сатурн не на том месте, где он должен быть. А для чего? Он находится там, откуда из космоса летят такие глыбы, которые ударила Земля, перестала существовать. Он притягивает все из космоса на себя. Но кто это поставил ее неправильно-то? А если бы она была по общему принципу, эта система Солнечная, она бы просто исчезла. Дальше начинают другие планеты смотреть. Я беру такие, это крохотные знания, но они уже говорят о том, что кто-то создал, кто там инопланетяне, как говорят, какой-то вне земной цивилизации разум. Но он все время как бы предохраняет от человечества от уничтожения. Вот сколько было цунами, торнадо в Америке. И везде показывают, съемки-то сейчас ведут, везде неопознанные летающие объекты прямо в самом центре торнадо. И опускаются туда, из этой воронки поднимаются, опять зависают. Это же самое над цунами, над волнами показывает, сколько их. Кто они? Кто? С какой целью они? И не от них ли это все возникает? Они берут разумом, несмотря на то, что Бог открыл. Потому что вне нашей цивилизации, как они говорят, вне человеческого общества существует эта цивилизация. Это не надо об этом спорить. Почему? Она называется другим именем. Духовный мир. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Вот это все упущено. Они крутятся, видят, да видят, фотографируют. Какие-то полости находят на севере и проще. Луна обитаемая, там уже все это видят. Сооружения какие. Вот много исследований шло относительно Содома и Гаморы. Это неправильно, ее нет. И наконец нашли. Добились у Ордании, кажется, разрешения опустить аппараты. И оказалось, что на глубине 450 метров там все эти отдельные шары, отдельные кубы, видно, что все обработано. Но кто это сделал? С какой целью это скрыто? И вот эти вопросы как раз и говорят, что Бог есть, и Бог дал знать о себе только в Святой Библии. А остальное все может быть ошибочным. Видения святых, какие видели, уже всякие там гравитации, левитации, пришли к одному определенному мнению. Бог любит человека, Бог заботится о нем, и Он его спасает. Он все время предохраняет не о тех камней, какие есть, которые дьявол всю землю раздробил бы в одну минуту, но о том, что Сын Божий придет не на пустое место, а на то царство, которое внутри нас. И когда в это мы серьезно верим и знаем, что цель у нас та, чтобы жить вечно с Богом, тогда вообще все вопросы сняты. Хорошо я живу или плохо, болею я или вообще живу как монстр на земле всех давлю. Всем нам надлежит умереть, а потом суд. Однажды предлежит суд, а однажды смерть. Никаких там реакорнаций, ничего этого не будет. Это однажды написано. А у людей, говорит, такое мнение, как будто бы несколько жизней. Как англичанин это говорит у Льва Толстого. Смотришь, одну неправильно прожил, вторую и третью. Отвергнись себя, но это самое главное, что мешает тебе. Отвергнись своего накопления опыта, понимания. Ты от Бога, Бог дал определенную цель, а ты ее не выполняешь. Такие звания, знания, а главного-то нету. И вот эту маленькую расшифровку, разложение по частям дали уже святые отцы, каноны, правила, откровения, растолкования Библии-то. И как будто этого нет, куда-то бросились новые секты, рождаются. Ну, я же так же крещеный, почему вы меня не называете сектантом? Мне пишут иногда, я руководитель такой, у меня паства такая. Ну, Бог так создал. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Ну, а кому небесный Иерусалим не мать? Да церковь и есть небесный Иерусалим. Он не понимает, о чем спрашивает. Это все время бунт, внутренний бунт. Но откуда он этот внутренний бунт? Он от внешнего, от того, кто первый бунтарь поднял. Вообще человек может ничего не знать. Только одно, я смертен и мне придется отвечать. И я это нахожу воплощенно в российском флаге, без орла, без этой курицы двухглавой. Определенно, вот он сегодня в городе был, какой он красивый. И вот главное, не так, что вот красно-синя-бело, ну, рядом с нами гармонирует или мы противодействуем. Но именно одно над одним. Земная жизнь, покрытая кровью, весь земной шар залит. И дальше все время помышляете о небе синева. И еще выше этого, выше поднимаемся, великий белый престол. Вот даже если бы ты не знал этого, и тогда, даже не зная про этот флаг, и это все отобразит земную жизнь, ее назначение и вечность только так. Притом одинаковые полосы. Бог на все отдал одинаковое время. А это в человеческом измерении, хотя оно не одинаковое. Не одинаковое, потому что существует вечность. Белая уходит в вечность, и она никогда не кончает. Это первые две, они определенный срок только будут. Потому что, когда придет Господь, говорит, и вера, и надежда угаснута, любовь останется. А одна любовь пребывает. И так можно это рассудить. Как-то я считал, вот если бы человек, говорит, маленько знакомый с человеческим обществом, ему бы дали задание, вот, ну, ты видел, зверинцы, да, какие хорошие животные. А вот сделать, сделать это, создать ли, найти. Нарисуйте такое животное, которое было бы очень быстрое. Быстрое. И чтобы они, ноги были такие, в горах по камням и не снашивались. И чтобы такое, можно было его запрячь, много вести. А можно было верхом два человека, такая спина крепкая. Ну, и все абсолютно данные, которые написали. И человек, не зная ничего, нарисовал бы коня. Без коня человеческая история развивалась по-другому. Ни Александра Македонского не было бы, ни Александра Невского. Все было бы по-другому. Кто это создал? Кто создал до одного процента на земле кислороду, водороду и все. Если больше, значит, сгорело бы все, меньше задохнулось. Ну, понятно, легко дойти до признания Бога. На это не надо ума вообще никакого. Потому что небеса проповедуют славу Божию, а о делах рук его вещает твердь. Всюду везде криком, как премудро, как прекрасно. Любая мошка, любое растение, все прекрасно. Ну, я-то для чего здесь и почему я поставленный? Как животное? Мне дано право убить его, съесть рыбу. Все в мою пользу. Почему? Эти все до одного почему не отвечены, а они отвечены в Святой Библии. Я только как вспомню, что 23 года я умом своим пытался доходить, по одной буковке собирал. Библия же была где-то и мне никто не открыл. И когда я сегодня вижу, что священники архиереи не проповедуют, я вижу себя, которому не возвестили. Что они делают? Большего преступления нельзя придумать, как скрыть письмо живого Бога от людей, которые еще не умерли, которые живут звериным образом. Не зная откровения Божие, как патриарх Кирилл сказал, на него сейчас нападают везде. Он говорит, мы люди не второго сорта, мы почти звери были. До откровения Божие, пока не пришла вера Христова. Как он мог сказать там родноверы, ну, разная пакость там. Так, как есть, он сказал абсолютно правильно. А какие мы были? Ну, посмотри, как живут люди, которые в нашем городе живут. Люди, не имеющие веры в Бога. Что они делают? Нам не надо статистику милицейскую брать. Не надо хроникеров нанимать, чтобы они открыли тайну. Иначе, как сказать, ужас и жить не хочу, ничего нету. И вот во всем этом теперь мы видим, главный враг – это то, что мне с чем голову забили. Отвергнись себя! Отвергнись! Забудь! А чтобы отвергнуться себя, значит, надо научиться не ценить то, что ты ешь. Еще человек состоит – пить, есть, размножаться. Я не буду выходить замуж. Есть скопцы, которые скопили себя. А тут как? Привязка теперь. Привязка. Будешь не так. А кому-то это выгодно, чтобы без Бога-то жили. Тогда бессовестно жить. Тогда я сделаю тебе так-то. Вот образование есть, и тебя за это будут искать. А мы с работы тебя выгоним. А мне ни разу в жизни никто не сказал. Почему? А меня выгнали. Выгнали! И всю жизнь никто не может… А как они выгнали? Я узнал, что все отнимут. Я сразу бросил диплом. Он мне не нужен. Я взял топор и пошел. А это везде нужно. Я плотник, каменщик. Я нужен. Спрос на меня такой, не как на экономиста, на юриста. Везде. Я с работы прихожу. У меня машины стоят. Дачу надо построить. Помогите. Мы узнали. Я пищник. 40 лет. У меня мастерок все время рядом лежит. Он блестит у меня на солнце. А это задерживают такую должность. Придут менеджеры. Да кто это знал? Спекуленты. Другого и не было. Есть такие слова, которые не надо прикрывать. Это грех. Прямо называть. Вот только чтобы своровать. Строй какой-то строили. В 90-е годы вспомните начало. Бросились. Какая бы дурацкая пирамида не была построена, тысячу процентов прибыли, все пошли туда. Ну понятно, что ниоткуда не возьмет. Он обманывает. Все сгреб. Все. Дом, селинга, хаперт. МММ. Еще только не было. И притом большие-большие люди. Чтобы не работать, у меня проценты шли. И я... Ну обман. Ну сократи себя. Земля пустует-то. Ну соберитесь человек 20-30, как у нас начните новое общество. Берите лопату. Первый-то у нас ни плуга, ничего не было. Потерявки-то. 91-й год. Лопату начали копать, посадили. А уже к осени мы все обеспечены. Ничего не надо. Все есть. Маленько там корову купили. Литовкой махали. Там сено накосили. А там приехал в соседнюю деревню. Уже накошили. Коп на нашу собрал и увез. А тут, говорит, мое пастбище было. Зима. У нас ничего сено нету. Опять пошли литовкой. А у него машины. Он мог бы все сделать. Но я еще ему сделал, если он такой. У нас называется мордушка. Ставит рыбу ловить. Я пришел, а он сидит и вытряхает. Пятнадцать километров деревня-то. Я говорю, а ты что делаешь-то, Николай? А ты еще поймаешь. Вот и все. Ну и правда я поймаю. А он пришел, вытряхнул. Он пошел воровать, я не знаю где, лес. И сел на пенек. Товарища. А дерево пошло не на ту сторону. Упало, его нету. Его уже нету. А я все еще живу. Деревом его раздавило. Я это делал. Я только услышал. Другой тут все воровал. От него покоя никакого нету. Что же делать-то? Мы поселились. Провода тянутся по столбам. Он их снимает, отключает и сдает. А везде алюминий принимает. Он бригада одна. Еще они там не выключили. Он полез туда, его ударил. Он на когтях повис и висел. Труп пока его там отключили, пока сняли. Вора нету. А его нету. Понимаешь как? Ты отвергнись себя. Я делать так не буду. Но я ему сказал, так делать нельзя. Твоя жизнь в опасности. Тому и другому сказал. И оба они погибли. Вот как Леонов Николай. Я ему говорю, ты за войну, ты погибнешь. Я еще не вернулся, а он уже... Его и нету. Молодой, талантливый. Чемпион мира по кикбоксингу что ли там какое-то. Отвергнись себя от всего, что ты знаешь. Ты подумай, как стать неуязвимым до сатаны? Поэтому ничем не обременяйся. Квартиры у меня и нету. Да кого он отнимет где-то? Я построю новую. Они еще не могут сделать. Просто задушить, но еще антихрист не пришел. И вот поэтому, когда люди слышат и проходят мимо этих слов, отвергнись себя. Это поступает неразумно. Это главный враг. Главный. У нас, говорит, три врага. Один, говорит, на меня в зеркало смотрит. Второе, падший с неба сатана, этот мир окружающий нас, он враждебен. Тебе его не переделать. Хотя ты обязан свидетельствовать. Как Игнатий Бринщинин говорит, и не покусись смертной рукой, а остановить этот поток. Тебя смоет просто. А я буду везде сейчас кричать, говорить там против. Ты можешь это делать. Можешь. Во-первых, ничего не сделаешь. А во-вторых, ты для этого не послан. А пророки говорили, говорили, ничего не успели, но они возвестили, и люди сделали соответственными. Вот так. А второе, следом за этим, бери крест. Какой ты есть, высокий, низкий, какого цвета кожи, какой разрез глаз, богатый, бедный, здоровый, больной, не имеет никакого значения. Это твой крест. Твой. По тебе. Не так, что возьми Христов крест, как один тут ворожить пытается и всем название, возьми Христов крест. Христов крест никто не может взять. Крест твой. У каждого свой. У меня один крест. Ко мне сколько раз приноравливались люди. А я тоже буду делать. Я узнаю, а потом мне сообщают. У них ничего не получается. Почему? Потому что обстановка у него другая. Все другое. В первую очередь, отвергни себя. Ты не должен обижаться. Запомни. Ты не должен ревновать. Ты не должен завидовать. Потому что твое Я умерло. Его нет. Я умер для мира и мир для меня. Ты вдумайся в это. Что за этим скрыто? Ты совершенно неуязвим. Он тебя поносит. Мне говорят, а почему ты не отвечаешь? Я у Златоуста высчитал. Он тонет. В болоте. Неспокойной. Трясены. А ты стой на берегу спокойствия. Ну, он меня обозвал. Ну, а что из этого? Брань на вороту не виснет. Ну, во-первых, он не знает, что это не так, как он говорит. Ну, во-вторых, по немощи человеческой увлечен чьим-то беззаконием. Кто-то натравил. А может, я грешен наступил где-то ему на ногу. Мало ли что. А что нужно? Ну, отойди в сторонку. Да помолись о нем. Найди уголок где. А потом, после всего этого, следуй за мною. А здесь вообще не знают что. Это я должен знать замысел Божий. Где он прошел. Где его кровавые следы идут на Голгофу. Я должен пройти этот путь. Воскресенье только там, где была Голгофа. Где Голгофа не было, воскресенья нету. Жил как сыр в масле. Какая Голгофа-то? Ее нету. А если мы будем не так делать, не так будем делать, Бог будет наставлять. Он будет выставлять каких-то правителей, религиозных деятелей. А те что будут делать? А те будут долбить, бить, убивать, резать головы. А почему? Чтобы наставить на путь истинный. Так а мы? Ничего мы не сделаем. Ничего. Будут их миллиарды. Не два, не три человека. Миллиарды. И все только для того, чтобы меня спасти. Так а убили? А убили? Закончил. Забот никаких нет. Перешел от смерти в жизнь. Надо научиться мыслить критериями библейскими. И тогда совершенно все по-другому выглядит. Вот они это угрожают. А как вы смотрите на это? Мне задают. Я вообще на это не смотрю. Оно не существует для меня. Я могу ли в этом принять участие? Вот один вопрос. Могу ли вложить талант, труд, который я умею делать, в то, для чего меня Бог послал в этом событии, которое происходит? Могу ли я помочь установлению мира между Украиной и Россией? Вот вопрос как ставить надо. Не можешь, не можешь. Вот так ты ответь. У тебя два варианта. Так я как раз и говорю об этом, что Бог наделил человека великим даром свободы. И поэтому я, будучи рабом Божиим, внутри себя чувствую, я свободен. Я могу сейчас лечь спать рано, а могу поздно. Я могу вставать когда угодно. И могу точно в одно время. И у меня жизнь будет другая. Совершенно. Вот я знаю, сегодня у меня радость была, которую олигархи могут не иметь. День назначен был на посещение больных. Вообще там ничего нету. И вот я два ролика уже выставил. Видели? А посмотрите. Нет. Перечисляются. Первые слова. Больная такая-то, больная такая-то. Одна рассказывает, как перед операцией молилась. А в другой я спрашиваю об одном лекарстве, которое там разной ссадины. Вот бывают руки порепаются. Это такие трещины. Как самому сделать лекарство, которого нету нигде в аптеках. И там прочитаешь этот рецепт. Всего ничего. Два больных. И они доставляют такую радость. Любой смотрят. И вы, как маленький ребенок, радуете и сидите. Я не могу улыбки скрыть. Это мои друзья. За восемьдесят лет. И какие они хорошие все. Какие они добрые. Какие притягательные. А у него ничего нет. Он все время за большим забором боится. Выглядит, как однажды выступала жена олигарха. Говорит, не приведи Бог такую жизнь иметь. Мы всего боимся. Дружбы никакой нет. Везде подвох. Как бы ни отравили, ни застрелили. А у меня ничего этого нету. С чем он думает угрожать, я добровольно бросил собакам. Ничего нету. Вот ответ. Тогда еще три вопроса. Вопрос по Писанию. Вот очень часто задают вопрос. В частности, например, на занятиях такие вопросы были. Например, что значит познать Бога? Что значит познать Христа? Вот во втором послании Петра, во втором стихе, благодать и мир вам, да улучшится познание Бога и Христа Иисуса. Дальше он говорит, в восьмом стихе, что вы не останетесь без успеха и познания Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И еще перед этим, вот, познание Бога Иисуса Христа. Вот, что значит познать Бога и как отвечать православным людям, которые задают такие вопросы? Что значит познать Христа? Понятно, что речь идет о том, что это невозможно. Познать увидеть. Нельзя познать то, чего ты не видишь. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре, отчим Он явил. Он невидим, но Его Сын Единородный, сущий в недре, отчим, явил нам. И мы во Христе Его можем познать. В окружающем мире, в нравственных законах, в совести, во всем мы должны познать Бога, которому имя – любовь. И что бы мы ни видели, какие-то катаклизмы, что-то страшное, мы должны сказать «Велик Бог». Вот почему я так держусь за этот стих, ежедневно притом держусь. Псалом 118, 164. «Семикратно в день прославляю тебя, тебя за суды правды твоей». Не за такое творение хорошее, что вот мне нравится, а за суды. Когда Бог судит и судит по правде, как Ему угодно, я должен прославить Его. Когда я в это вхожу, как навык уже имею определенный, тогда я познаю Бога, что Бог есть не просто любовь, а написано «страшный», с большой буквы, в правосудии своем. А священники играют, они не знают, они привыкли ласкательствовать, головки целовать грешникам, прихожанам своим-то. И они говорят, Бог никого не наказывает. Я говорю, ну ты заряди слово «наказание» в поисковик библейский, и ты увидишь, сколько этих слов. Как не наказывают? Я накажу вас за вино отцов до такого колена и прочее. Бог говорит, я наказываю. Я проклинаю ваши благословения священнике. Уже проклинаю, Малахия говорит. Как это? Это обман. Бог наказывает, Бог строго взыскивает, но Бог и щадит, Бог любит. И надо Бога познать в совокупности, какой Он есть. А что в этом самое главное? Самое главное – страх. Начало мудрости – страх Господень. Притча Соломона 1.7. Венец при мудрости – страх Господень. И сердце вина – сердце всего страх. А без страха человек может это не сделать, может согрешить, может подвигнуться в другую сторону. Иоанн Златоуз говорит. Многие презрели бы обещание будущих благ, райское блаженство, если были бы свободны от наказания. Посему угрозы Божьи более содействуют спасению, чем когда Бог приглаживает. Многие презрели бы, а мне блага не нужны, лишь бы только наказания не было. И такие вот, как адвентисты, они меняют тактику-то. Как недавно один говорит, вы говорите, души нету, вы лжете. Такой грубый-грубый. Но я его не трогаю. Пока меня трогают, это не беда. Я-то с ними все время общаюсь с адвентистами. Они меняют тактику. Они души совершенно не признают. Целые трактаты пишут. А дальше они не признают вечное мучение. Его нету. А человек, как Малахи написано, как солома сгорит, и ничего нету, как пепел. То есть, еретики, которые основаны, основание свое имеет, там, 1841 год, от Миллера, начиная, они предсказывали, когда второе пришествие Христа будет. На лжи основанное. Баптисты-то этим не занимались. Еще кого-то защищают. Ну, еретик. Что с него спрашивать? Так и здесь. Мы должны познать Бога любящего, который открывает нам истину. Он открыл нам ее в Святой Православной Церкви. И люди, которые хотят больше узнать, пусть они берут творение святых отцов. Вот у меня один был. Я когда насчитывал, я на Златоусте. Ну, и воображением свое я представлял, вот это надо считать так-то, вот это так. И человек должен очень хорошо считать. И я приглядывался, прислушивался. Вот. Иногда ездил в другие места, в театрах, находил артистов. Они на дом ко мне приезжали. Насчитывал стихи такие. Это знаменитые люди, там, заслуженные артисты СССР. Такие вот. И вот один начал считать. Он начал считать, а потом жене говорит, а уже был баптистом он. И говорит, а если он говорит так, Златоуст, так у нас-то совсем не так. Это считает дальше, да может совсем неправильно. И однажды он встал и присвитивал, а тут был Никонов Алексей Дмитриевич у баптистов-то, и говорит. Ну, как же написано, говорит, да и вкушайте плоть сына человеческого. Вы говорите, что это представление только прообразует. Тут написано прямо плоть. Так это у православных. А тут храм недалеко видно, Никитина 137 в Барнауле. А то туда он тогда встал из жене и говорит, вставай, пошли. И вышел и встал. Теперь батюшка много лет. Недалеко от вас трудится. В Тайшете. Отец Василий Толстенко. Все, он начал считать Златоуста. И я пригласил его помочь мне насчитать. И его голос вы можете на сайте найти. Я показал, какие именно дорожки им насчитаны. А какие это дорожки насчитал отец Геннадий Фаст? Ну, это меньше, чем одна катушка, все вместе. Их там 64. Это большой материал. Вот так. Фактически вопрос сводится к тому же, что и первый вопрос. Познавать Бога мы должны постоянно. Где бы ни видели, где бы ни просили. Случилось и вникнуть. А почему не так, как я молился? И увидеть, что Бог промыслительно в будущее смотрит. И не дает мне просимое, а дает то, что мне полезно. И каждый раз думаешь, как хорошо, что карман прохудился. А вот такое наворочил. А нет ничего. И пронеслось это мимо меня. Я вот туда думал поехать. Как хорошо, что меня не приняли. Не приняли меня. Я хотел в институт международных отношений и выехать на границу. Буду работать-то. Где бы я был? А теперь-то я думаю, я живу там, где нужен. Моя родная Россия. Я родился там и пригодился. Что бы я там делал в этой Америке-то? Америка. Это вообще вся промасоненная до конца. Считаешь, смотришь, ужасаешься просто. Да и в Европе мы были. Да, зализано. Да, красиво. А житья-то никакого нет. Вот мы едем в Германию. Ни в одном месте нельзя в лес зайти. Такими заборами. Да, чисто. Потому что там никого нет. Ну, у нас первые 150 метров, конечно, мусор. Хлам там метр толщиной. Но дальше я могу зайти. Могу ягодку найти. Могу вырезать себе там, посох взять. Озеро есть, порыбачить. Да, конечно, все не так у нас. Но вот мы привыкли к этому, что я могу пользоваться этим. А там нет. Все кому-то принадлежит. Так что благодарю Богу, что я русский и живу здесь, где надо мне. Мне Бог дал веру в то, что есть Бог и есть Святая Библия. И для русского это синодальный перевод 1876 года. И когда мне выходят на встречу люди, по скайпу беседуют и что-то считают, я намертво отрицаю все переводы. Намертво. А если он держит, я просто с человеком расстаюсь. Или он принимает синодально. Так это неправильно. Ну, неправильно. Прими, как слышишь. Это мое право. Я тебе, друзья, не напрашиваюсь. Я знаю, что близко ни один перевод не приближается к этому. Это один из самых точнейших, самых лучших в мировой практике перевода в Библии. Наш синодальный перевод. Потому что он, этот перевод издавался до революции. После революции, за рубежом. Его баптисты издают. Эти католики. Вот. Даже где-то. Какой бы ни был. Вот так. У вас что-то темновато стало. Совсем лицо плохо видно. Я, наверное, сейчас включу, потому что тут закат. Солнышко. Конечно, поможет. Повыше маленько отшат есть и повыше, чтобы бороду не закрывать. Повыше у вас вверху. Вот так. Или наклоните этот глазок повыше. Еще. Так, закрепитесь. Еще маленько. Вот так. Чтобы было. Так. Вот так я понимаю. Еще вопрос. Слава Христу. Спасибо Христос. Давай. Еще вопрос. Интересный вопрос. Я не знаю, как его назвать правильно. Богословский или филологический. Вопрос относительно того, что на небе Бог мужского рода. Бог Отец. Бог Сын мужского рода. Бог Святой Дух мужского рода. Однако во Святой Троице едины женского рода. То есть, вот как это объяснить и как этот вопрос, вот как на него смотреть на православный? Да. Вопрос. Это интересно. Поврось мужское, а когда вместе женское. Да. А вы заметите в молитвах, когда Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. В молитвах Троицы и тут же сразу называют его Господом. А Троица она, вот это необычное сочетание, ну, как сказать, в родовом рассмотрении, оно не имеет аналога. И поэтому я стал спрашивать на других языках, ну, в английском языке это не существует, у них родов этих нету, а в немецком тоже женского рода, тоже женского. Если бы я имел возможность в других языках, где род существует, мужской, женский, средний, там можно было бы узнать, может у них там где-то не так. Я нахожу, что само название Троица, он не подходит. Как правило, окончание буквы А указывает на женский род. Это редко-редко, когда, ну, где бы ни было, там, что бы ты ни назвал, овощи, страна, она, везде она, там, животное, она, где А, в конце все идет к женскому роду. А сказать, допустим, мальчишка, а, он, понимаете, вот тут надо уже понимать, что тут уменьшение, а тут возвеличение. Я долго думал над этим вопросом, но на это никто не обращает внимания. Понимать то, что женский род сглаживает и как бы делает более доступным Бога, это неправильно. Совершенно к этому не относятся. Англичанам вопрос такой не зададут. У них рода нету, нету. У них ни одного падежа нету, один падежный, все, у нас шесть падежей. Я у латышей был, у них семь падежей. Почему русский язык такой тяжелый? Я все попутно, как бы, говорю. Это мой вопрос, ему не надо придавать никакого значения. Молитва, допустим, к Отцу Небесному, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. Молитва Господу Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Молитва Духу Святому, Сарю Небесный и Утешителю, Души истинной. Дух истинный, их же везде Сы. Вот, мы посмотрели трем лицам, и везде мужского рода обращение. И когда считаем Троица, обращение тоже, когда обращение идет, тоже в мужском роде. Это Господь. Вот и все. Да. Оно непонятно, но приемлемо. Приемлемо. А могли они перевести как-то по-другому? В русском языке именно вот такой перевод. Я не специалист в этом деле, как звучит по-древнегречески, по-латынски, не знаю. Но в русском языке объяснение такое. Они сказали, да, женского рода, но Троица она. Ну а дальше уже обращение идет как к мужскому. Пресвятая Троица помилуй нас. Это молитва к Святой Троице. Господи, очисти грехи наши. Владыка. Уже Троица. Он Владыка. А, 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 а в конце. А Владыка он. Не она. Владыка не бывает так. Вот и все. Это особенность нашего языка. Так, ну и еще один вопрос. Заключительно. Я неоднократно слышу вашу проповедию, Екатерина Аппетитович. И, вероятно, в скамписе, да. Опять опустился маленько. Повыше чуть-чуть. Вот так. Повыше голова. Ну-ну. Пояснение того, что такое дух молитвы. Иметь дух молитвы. Дух молитвы? Когда я ожидал ареста, я говорил, я только об одном молюсь. Чтобы Бог не отнял дух молитвы. А баптисты даже, которые слышали своих братьев, которые отсидели уже, и, видимо, задавали вопрос, а что это такое? А мы этого не слышали. Это оживотворение молитвы. Дух молитвы. То есть молитва проникнута связью с Богом. В духовное внутреннее побуждение, стремление, боязнь потерять связь с Богом. То есть непрерывно дух молитвы, он как бы оживотворяется, молитва как бы она. Как бы сущность какая-то. И чтобы дух внутренний, живой, оживотворяющий молитву не покинул меня. Я об этом все время молился. И Бог так и сделал. Молитва у меня стала основным состоянием моей души. Я много разговаривал, кто узники сидели. Когда они возвращались, я ходил на встречи. Я очень любил это дело. Но ни у кого не было. Ни у кого. Когда я вернулся и сам выступал, и говорил, ни у кого этого не было. Как у меня было. Я как будто бы я пришел в монастырь, мне дали келью и в камере как келью. Потому что вот я просил, это меня точно до минуты Бог поднимает. Я вставал всегда 4.40 дома. Там 4 часа. Сразу кто-то перевел эти часы. А там крик, шум, там ругаются, матерятся, дерутся, убивают. Меня это не касается. Я разбил примерно на 4 или на 5 периодов каждый день. И становлюсь на молитву. А как вы знаете, в какое время? Внутренним щитьем. Дух. Дух молитвы. То есть она у меня жива. Я становлюсь. Каждая молитва, это час или полтора. Псалтырь я просчитывал за 2 дня на молитве. Вот я становлюсь сколько раз. У меня было здесь, допустим, 100 поклонов. Там у меня было по 400 поклонов. Вот сколько раз становлюсь и 400 поклонов. Спина-то еще гнулась. Я земными поклонами. По 40 поклонов. И до 8 часов вечера уже все у меня. И в то остальное время благовествую. А с 8 до 10 даже камера открывалась. Собирались стражники, узники. Полная камера, полная мертвая тишина. Они уже следили за этим. Ни один не закурит ничего. То есть я имел власть. Самую настоящую власть. Власть над душами, окружавшими меня. Ни один не закурит. На 70 человек нашли 3 человека, не курит. Все тщательно моет руки. Если один устанет считать, другой. И у меня с собой новый завет. Я даю, считают. Все остальные лежат на шконках, на кроватях. Или прислонились к ним. Каждый день я веду занятия. Где? В Барнауле. Ну, в Кузнецке. В Кемерове. В Ташкенте. В Джамбуле. То есть где меня провозили. Везде одинаково было. А одинаково. Я только зашел. Сразу выбираю место, где быть. Для молитв. Я пришел молиться, осветить это место. Я говорю, не оборачиваясь. Как будто для меня не существует. А утром, когда на молитве уже встаю, с молитвы. А они говорят, вот вчера вы молились. Говорят, семь человек сзади на молитве стояли. Можно мы тоже встанем? Я их не приглашал, не звал. Я расспрашиваю Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, которые были. Баптисты. У вас было такое? Мы даже не слыхали про это. У меня все было необычно. И когда направили психиатрическая экспертиза, я только вошел туда. А там палаты называются, не камеры. И они открытые. Я с одной в другую пошел, начал свидетельствовать. И это в моем деле все отобразилось. Для слова Божия нет уст. Там написано характеристики, которые дают. Характеристики. Я бесстрашно свидетельствовал. Но не был навязчив. Вот сектанта не хватает. А ты знаешь, начинайте. Я никогда этого не делал. Я присматривался, несколько слов. Дальше аудитория задает, отвечаю. Я лег спать, а утром встаю. У меня под подушкой вафли и там чего только нет. Это уборщица принесет. А почему? А она видела, считала мои поклоны. И она от родителей слышала, кто делает первые 40 земных поклонов. С тем Бог. Вот я никогда не знал, что это имеет такое отражение. Я встречусь, натолкнусь на такое мнение. А один лежит и говорит, а чего ж ты мне не принесешь? Он говорит, а тебя еще я услышу, кроме матерков-то. Ничего у тебя нет. Ну, я делился, конечно, давал. То есть, куда бы ни посмотрел, у меня была радость. Бог меня обильно благословил слезами. Я молился, у меня Новый Завет, он сохранился. Он весь весь сморщенный, пропитанный слезами. Вот. Это так Бог, Бог так делал. Все. Я пришел, у меня так, тоска по тому времени. И теперь как-то хочется куда-то удалиться, закрыться, взять кирпич хлеба, поганое ведро и там на сколько на неделю. Чтобы вода была и никого-никого, чтобы рядом не было. Ну, так ни разу не получилось. То есть, моментами отрывался, уйду где-то в степь, уйду в лес где-то. А чтобы, как я думал, на неделю уйти, не получается. Внутренний голос говорит, успеешь. То есть, я все время боялся затухания духа молитвы. Но думаю так, что Бог меня любит. У меня каждый день это 7-10 раз на молитву. Просто так Господь устроил. Устроил эту радость молитвенное общение. И где у больных бываем, и везде на молитву. И столько звонков за день, сколько там просят. А о чем только не просят. Сейчас вот экзамены поступают, студенты из других государств просят помолиться. Ну, моя работа. Я смеюсь в другой раз. У меня пенсии-то никакого, пенсионного нет. У меня минимальная пенсия. Говорят, ну иди похлопочи. Сейчас какие-то надбавки дали. А у меня должны быть надбавки за то, что я репрессированный. А у меня пенсия бомжа на сегодняшний день 6272, кажется, с добавками. Ну, какая-то пенсия. А я не хожу. Мне всегда хватает. Я не люблю там по кабинетам ходить. Все равно, я думаю, не дадут они. Да может дадут. Там пошла жена, там добавили тебе. Ну, берите мои документы, идите. Может быть, вам дадут. Я все равно пенсия не пользуюсь. А у меня... Да как юродиво и живу. Смешно даже самому. Нарочно прожил как. А почему? Я понял, насколько важна отвергность самого себя. Как будто этого нету. Совсем. Столько Бог давал мне считать знания, но я все поставил во свет Библии. Во свет. И приходится говорить. Я сидел за столами, обедал, где митрополит и епископы сидят. Где обедал воробей? Там же, где архиерей. То есть я переначал молиться. В зоопарке у зверей. И они, мало того, вопросы задают, как будто бы я равный среди них. Мне до того интересно. Это Бог так сделал. И все, всюду, везде люди стараются помочь и, как говорится, сберечь меня. То после операции нельзя больше пяти килограмм поднимать на позвоночнике. Все буквально где-то. Звонят. Воды принести надо там, дров. Даже не выскажешь, сколько. Насколько все удивительно. Бог мой. Вот так. Да, Игорь Тихонович. Потому что это радость, это свет. Наполняет, я думаю, не только вот через вас Господь наполняет души. Не только вот меня, моих близких. Но, я думаю, тысячи и тысячи людей во всем мире, которые смотрят канал, книги ваши, читают проповеди. Это вот как мы с братом Данилом сидим. Он однажды как-то вот задумался, он и говорит, такие, как хорошо, что есть Игнатий Тихонович. Я говорю, да не то слово. Ну, Игнатий Тихонович, я вас сердечно благодарю за эту драгоценную беседу, очень глубокую. Я ее еще потом пересмотрю, потому что многое, что-то вот... Вот смотрю на вас, где-то еще не все улавливается, поэтому я обязательно еще раз пересмотрю, вот, чтобы еще глубже вникнуться вот в ваши, действительно, ответы по свете Бифе. Потому что другого, конечно, такого источника пока я не знаю. У меня тут вопрос был затронутый. Вы еще-то его не подняли. Он выражен так был. Должны мы, когда молиться, доверять Богу во всем и вся, как будто. Или же и сами должны думать и выбирать наилучшие варианты. Потому что исход, может быть, совсем не тот, на что мы рассчитывали и на что есть силы. Вот. Вот такой-то вопрос. Он как-то сегодня побуждает, чтобы мы более активные были, не просто по течению плыли. Я на это отвечал и так. Я уже сегодня посмотрел. Ну, мы об этом говорили. Вы его как-то не подняли или уже поняли, наверное. Вторая книга Царств, 24 глава, 13 стих. Пришел Гат. Гат – это имя пророка, к Давиду. И возвестил ему. И сказал ему. Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет. Или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих. И они преследовали тебя. Или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшего меня с большой буквы. То есть Бог людям предлагает выбор сделать. Многовариантность. И чтобы вот я сказал, и так было. Я не могу так сказать. Во-первых, надо подумать, помолиться. И, как правило, я кому-то сообщаю, чтобы я был не один. А потом уже начинаем советовать, потому что иногда просишь не того. Вот в Таразаконе, 30 глава, 15 стих и далее. Господь говорит, вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро. Смерть и зло. Я, которое заповеди дал сегодня. Любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его. И исполнять заповеди Его, и постановления Его, и закона Его. То будешь жить и размножаться. Если будешь делать так, и благословить тебя, Господь Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Вас, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятво обещал отцам твоим Аврааму Исааку Якову дать им. Вот я предлагаю тебе благословение и проклятие. То есть все время Бог окружает нас вопросами, где предлагается выбор. А это очень непросто. Очень даже непросто. Не так, что я сделаю так. Не сделаешь так. Потому что волю Божьей до конца не знаешь. Вот мы считаем Матфея 21-25. Крещение Иоанна откуда было? С небес или от человеков? Тут просто можно было ответить. А они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то Он скажет нам, почему же вы не поверили Ему? У них тоже выбор. А если сказать из человеков, боимся народа, ибо все посчитали Иоанна за пророка, и сказали в ответ Иисуса, не знаем, сказал им и Он, и я вам не скажу, какой власть это делаю. Вот какая штука-то все. Что всюду и везде слово «если». Это не безусловно, при условии. Если ты будешь соблюдать, будешь на этой земле жить. Если. И решение любого вопроса включает в себя «если». То есть это многовариантность. Я даже стал смотреть немножко, ну, может быть, это никому и не надо будет. Вот я прочитал, что в Библии полное слово «если» встречается 1881 раз. Вот себе где-то можешь черкнуть. 1881 раз. То есть столько раз Святая Библия предлагает нам выбор сделать. А в моих 33 томах открыты боком. Встречается слово «если» 36701 раз. Это проповеди мои. Дальше. В 3467 моих стихах слово «если» встречается 897 раз. В стихотворении это не просто слово «если» поставить. И в 897 раз я, как вижу, Бог предлагает нам выбор. То есть говорит обещание под условия ставить «если» ты. То есть да, Бог властен, но не насилует мою волю. Вот ты избираешь, если так, то так будет дальше. Вот. Вот то, что Господь нам дает, это тоже дается. Почему так? Лука 14, 28. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит и сдержит? Имеет ли он что нужно для совершения его? Дабы, когда положит основание и невозможность совершить, все видящие не стали смеяться над ним?» Говоря, этот человек-то начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами? Противостоять идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Мы пришли как раз прежде, отвергнив самого себя. Если этого не будет, ничего не будет. Если не отвергнив себя себя, Господь говорит, не достоин меня. Напрасно ты думаешь следовать за ним. А следовать, то есть знать его заповеди, что Богу угодно, следовать точно по его стопам. Я вот в пример, в данном случае, на этот вопрос беру, ну как специалисты говорят, более умного человека две тысячи лет, чем Адольф Гитлер не было на земле. Какой был политик, разваленный, поднять сторону и проще. При условии, что нет Бога. Он все без Бога делал. Это был, как говорится, дьявол в образе человеческом. И все рассчитал. И на этом как раз он ошибся. Везде блицкрик. Франция через две недели пала. И в России под Москву подпер. Зима, дороги. Смазка, горючая застыла. Станки не могут башню повернуть. А тут в полушубках наши сибиряки. И поперли назад. А дальше уже все пошло уже по накатой на дорожке, как Наполеон. Там Березино будет, там Осиновый кол тебе будет в могилу. Все будет там. Тот Бог поставил, если. И вот под это. Если, теперь мы должны делать совет. Всегда нужно решать вариант. А если не так? Если не так, значит должен быть запасной выход. Вот мы начали строить Потеряевку. А если? А вот это если первое случилось? Нам не дают земли. А как? Ну, никак. Как хотите, так и строитесь. Отмерили. Три дома поставили. Они приехали и поставили знак прямо напротив третьего. Четвертый дом уже на чужой территории. Соседняя деревня, которая за 15 километров. Ну, явно, что издевка. Дальше пастбище, которое покосы через нашу деревню дальше. И перед нами все той деревни, а нам ничего нету. Вообще нету. И когда уже нарезали, то первые годы только на 7,6% нашей скотины у нас. Остальное покупают где-то. Ну, явно, что на уничтожение. Они разваливаются. У них все заканчивается. А мы как жили, так и живем. У них буквально все. Все там и молочное там все закончилось. Они должники все везде. А мы живем. Это Бог так сделал. Мы, конечно, не богатые. Но и не голодные. А почему? Потому что пошли комиссии. У меня в близких оказался прокурор края. В законодательном собрании. В краевой администрации. Комиссия за комиссией. И они попятились. Вывели скотина. Была прям посреди деревни. Они держали свою скотину. Она бродила по деревне. Их отодвинули на 3 километра. А потом на 6 километров. Теперь они к нам уже не загоняют. Это все делалось медленно. А если... Вот это если... Мы всегда проигрывали. А если они будут вот то-то, то-то делать... Какие наши будут действия? Мы должны это... У меня цель. Цель достигнуть... Вот. Если у меня такая цель есть, я никогда не должен свернуть в сторону. Не по-моему. Я задавал как-то вопрос, когда на корабле работал. Я говорю, какая у тебя цель? Ну, какая там? Как придумали. Дом там построить, дерево насадить, сына родить. Ну, дерево ты насадишь, оно может не вырасти. А дом, может быть, на песке развалится. А сына родить может. Жена бесплодная или вообще семя неживотворящее твое. А цель-то не достигнута будет. Я говорю, сейчас волна ударит в корабль. А большой шторм. И ты за бортом. Никто и не заметит. Ты цели достиг. Ты ничего не выполнил. Цель должна быть такая. При любой ситуации ты все равно должен достигнуть ее. Я вот в планах имею вперед на 40 лет. Но умер я через 40 секунд. И цель все равно должна быть достигнута. Мгновенно я должен все пространство перемахнуть. Какая цель? Она может быть только божественная. Достигнуть Царства Небесного. Быть со Христом. Вот меня сегодня убили. А я верил. Ничего. А впереди у меня было построить, родить, благовестствовать. А ничего этого нет. Не будет этого. Я со Христом должен быть. Во всем и везде на первом месте Христос. Моя любовь к Нему. Мое соединение с Ним. Вот это молитвенный дух. Он одновременно меня подталкивает, соединяет и настораживает. Люди не понимают. Лукаш 16,4. Сказал к ученикам своим. Один человек был богат и имел управитель, на которого нанесено было ему, что растощает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет управления твоем. Ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать. ГОС-1 мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу. Просить, стыжу. Это вот сегодня уязвимость такая грамотных людей. Знаю, что сделать. Тише он. Копать не могу. Копать даже не может. Я это все понял в первый день. Надо научиться копать. И что интересно, когда меня желали наказать зимой, а мы строили линию высоковольтную, и нужно основание глубоко копать. А земля Сибирь промороженная. У меня инструменты какие? Лопаты две. Кайло. Там клин. Кувалда. И вот мерзлые земли долби. Ну там никакой мудрости нет. Отчертили где? Ну четыре опоры какие стоят. Вот теперь долби туда. Ну глубина, допустим, два с половиной метра. Больше у меня выработки ни у кого не было. Что самое удивительное. Так там приходили, смотрели. Ну как это может быть? Еще не стараются. Они не могут никак сделать столько. Может земля у него другая. Меня в другое место перекинут. В степи один пурга идет. У меня все время больше. 280-300 процентов. Вообразить даже нельзя. А как это? Я сам не знаю. Ну я как машина работал. У меня ни перекуров, ничего не было. Маленько в руках-то что-то другая была сила. Знаю, что сделать. Что приняли меня в домы свои, когда отставлен будут управления. И дальше он начал что сделать. То есть он сначала вариант не проиграл. А теперь проиграл. И теперь доложили ему хозяину. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Догадливо это означает многовариантность. Вот как будет? Я могу жениться, могу не жениться. Я могу быть начальником, могу быть рабочим. А если я там буду, какие у меня препятствия? Я могу выехать за границу, могу остаться дома. И дальше какие препятствия? Где более опасно? Где больше времени уйдет на пустое? Ну вот эти варианты все время надо решать. А и решать их не просто. Я должен досконально знать эту специальность. Как это будет выглядеть, если я поднимусь на должность начальника управления и треста. Я проигрывал. Я мог быть не просто землекопом и плотником, пищником, а маленько повыше. Я уже до армии работал прорабом. У меня ежедневно было 250 человек, 6 объектов. А какой я еще? Соложенок. До армии, до армии. Ясно дело. Но Бог дал мне рассудить. Не надо надеяться на тех, которые гарантируют. А я сделаю там. Ну что-то такое. Надо пробрать все варианты. И вот мы сидим за столом и сидит два епископа. Один из них наш Евтихий Курочкин, а другой Максим Дмитриев в Барнауле. И они мне, ну неужели вы не верите, этот Дмитрий? Ну гарант, вот ваш епископ. Я говорю, какой он гарант? Он больной. Я его знаю. А его, я говорю, через год уже его и снимут. Он назначен. Ну а я, дескать, ну а вы, вы, конечно, покрепше. А он еще, кажется, раньше Евтихия его перекинули в Елец. Вообще. А тут нашего митрополитом поставят. И вот фотографию показывает. Вот мэр города, знаменитый Баварин Владимир Николаевич, епископ Антоний Масендич и Коршунов, губернатор края. И они заключают там о нравственности, подписывают, стоят, смеются. Ни одного нету. Мэр разбился. Антоний в 41 год умер, а Коршунова сняли. Никакой гарантии ни в чем нету. Но они-то это начали делать. Они должны были подумать, кто будет у них. Поведет это дело. А оно заглохло, ничего нету. Они все время должны глубоко эшелонированную оборону. Тыл должен быть. Без тыла эта армия-то никакая. Должны там быть. Я показываю слово «если». Яков 4.13. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающая. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, если, вот оно где, и живы будем, то сделаем то или другое. А если не сделаем? Вы по своей надменности исчезлавитесь. И всякое такое исчезлавие и зло. А вывод какой? И так, кто разумеет, делать добро и не делать тому грех. А где делать добро-то? В этом деле, за которое ты взялся. Ты Богу не доверился-то. Первое, тебе уже наказание за это. А во-вторых, ты не продумал варианты разные. Ну, вначале делать, а если машина сломается? Машина сломается, мы договорились, у нас в соседних городах люди, которые выйдут на помощь. Мы об этом обдумали. Это у нас, смотри, как мы сломались в Швеции. И как много вариантов стали решать. Один вариант был такой, нам звонили. Бросайте машину, высылаем деньги, покупаете новую иномарку, поехали дальше. Ну, это уже не из той оперы. А другое, тут же нашлись люди и стали говорить, вам надо сейчас не на Финляндию, где вас ждут. За вас заплатили. А вам надо теперь пробиваться к российским городам, где есть детали для вашей машины. Поэтому вам надо повернуть в другую сторону, переплыть Балтику и войти в Литву. А оттуда, чтобы вас перетащили в Калининград, в обратном направлении. Калининград ближе всего, а туда раз в пять дальше, по чужой территории. Никаких денег не хватит. Вот это если мы обдумали и взяли, и так и сделали. На эвакуаторе сто тысяч все-таки потеряли, но мы приехали своим ходом. Машина стоит дома. Знание и мудрость. Знание это пониже. Знать, говорит, как не попасть в яму, это как вылезти из ямы. А мудрость, как в нее не попасть. Поэтому мы везде должны знать, как будет дальше. Почему так заботились о детях? Иоаннафан и Давид заключили союз. Заботились о детях друг друга. И однажды критическая обстановка была у Давида, когда у него не урожай был. Год за годом. Засуха. И вопросили Бога. Ну думали-то что? Бог скажет там, покайтесь. А им ответ поступил какой? Спросите гаванитян. Все зависит от них. Так они не израильтяне. Ну вот ответ получили, делайте теперь. К ним пришли. А Саул-то их начал истреблять. А им-то Иисус Новин дал обещание не трогать. Хотя они и обманули их. Там пришли с дранными мешками. Мы, не сказать, далеко, а на самом деле оказались близко. Но, говорит, мы жизнь сохранили. И они говорят, выдайте из дома Саула нам семь человек, и мы повесим их. И как получилось? Мелхола, это та жена, которая была у него взята, которая оскорбила Давида, ее детей. Теперь там Риспа была, которая наложница его. И семь набрали. Но Мимфивасфея он сохранил, потому что он был от Энофана, его сын. Он его не выдал. И дальше как все было? Я представляю, как люди работали, сидели за столом, разговаривали. Вдруг входят воины под мышки. Куда? Царь велел привезти. И вдруг петля. За что? Да я же голосовал на выборах за Давыда. Еще не знаем. Повесили и все. Они совершенно невиновны, но за безумие Отца. И это было именно то, что Бог предназначил. Повесили и сразу дождь пошел. И дождь пошел, и урожай был. Мы не знаем воли Божьей, надо прислушаться внимательно. Но цель была достигнута. Цель, чтобы был урожай. А уже за ценой не постоим. Мне нравится 2 Парапимон 1.11. Сказал Бог Соломону, когда сказал, проси, чего у меня хочешь. И он попросил мудрости, что было на сердце твоем, а ты не просил богатства, имения и славы. И души неприятелей твоих. Это второе. И также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. И вот в этом будет все. Получишь все. Значит, люди еще просят, ой, я так богатым хочу быть. Вот один стих, тебе это не надо, почему запутаешься. Ничего не получится, ты не поправишься. Только глазами будешь смотреть, как все расчищается. Второе. Долго не проживешь. Ни один олигарх не прожил 200 лет. Даже 200. Не прожил. Ну и врагам просить смерти. Одного убьешь на его месте, как гидры, 10 вас тут. Вырастут. А он с врагами расправился, как под орех, как говорят, там, когда у него там Адония поднялся, родной брат его, он многоверно с ним расправился. Богатство дал Бог такого, со всего мира везут к нему. Ну и жил не меньше других. Потому что надо просить мудрость. А если просить буду другое, ни того, ни другого не получу. Вот эта многовариантность везде. Ты знаешь свое назначение? Тебе уже что-то пообещали? Будет не так, как ты думаешь, если будешь уступать. Ты должен быть верным. Так говорит Господь. И на этом замереть. Так говорит Владыка. И ни шагу назад. А если они подумают по-другому, ошибутся. Не на того наткнулись. Вы опять уползли вниз. Я не знаю, почему вам вот этот глазок нагните, в следующий раз запомнить. Нагните, чтобы у вас верхняя... Вы сами себя видите? Ну да, чтобы у вас вверху пространства не было. Вот так. А то скрывается. Ну что, вопросов нет больше? Владимир Тихонович, если честно... Потому что у нас вот все вопросы вокруг вот этой одной темы. Особенно вот это если... Я, честно говоря, на них не обратил внимания. Вот доверие Богу. Доверие. А то тревожит нас. Как это так? А я буду об этом просить. И просить не надо. Ты все время говори, да будет воля твоя. И на земле, как на небе. Не как я хочу, но как ты. Гефсиманский сад Христос. Он не наставил на своем. Но вы хотели бы? Да, я хотел. У меня сейчас есть неразрешимый вопрос. Вот по детскому лагерю, чтобы были хорошие. Жители, которые в Потеряевке были. Чтобы сохранить школу. То есть у меня вопросы есть. Но как? То есть мы решаем. Мы думаем. Но именно на чем остановиться, не знаем. Мне по складу ума нравится, как следователи. Вот у нас в Алтайском техническом университете здесь пять абитуриенок потерялись. Потерялись и нигде нет. Нет. А с одной вместе мать потерялась. И вот они назначили следственное. Из Москвы приехал там, я не знаю, как его назвать. Там генеральный какой. Он Колесников фамилия. Генерал-лейтенант. Прокуратура. Такой следователь, который может... Ну нашли, не нашли. Говорят, какого-то нашли. И они искали варианты. Один вариант такой, что они пристали к какой-то секте. И они приехали к нам в Потеряевку. Под видом детей привезли. На самом деле узнают, Ксения Киргизова здесь или нет. Это отец зажиточный. И он устроил это. Другие понимали так, что... Ну ушли в какую-то секту сатанинскую. То сатанистов допрашивают в КГБ. Вы случайно не замешаны в этом? Он говорит, а вы сами решите. Мы кого в жертву приносим? Мы приносим девственниц. А где вы девственниц видели в этом возрасте? Девственниц. Вот так. Другие понимали так, что где-то их соблазнили, они за границу выехали. Третье. Группа людей. Следователи там 5-6 работают поэтами. Везде расспрашивают, узнают по стране, за рубежом. Одна группа работает. То, что их убили по какой-то причине и все. И эта версия оказалась единственной верной. Был кто-то близкий к преподавателям. И он их сумел увлечь домой по одной. А там дальше уже расправлялся с ними. И только весной, когда пахать начали, выпахивали где-то на поле и прочее. Одни кости. Шесть человек погибшие. Но какого-то нашли. Повели его туда, где он был. А потом он якобы не в наручниках, не прикованный к следователю. И бросился в окно, с пятого этажа разбился. Ну и прикрыли это дело. Ну они это делают. Как отца Даниила Сысоева убили, а где-то застрелили киргиза. И пистолет тот самый, который был. Даже тот пистолет. Но пистолет мог бы не у него быть, а через десятые руки к нему попасть. Да и как пистолет, я не знаю, баллистические там какие-то у них навыки определять. Ну, нашли-нашли, дело закрыто. Это висики называются. Вот так. Поэтому мы должны работать многовариантно. Вот. Я думаю по детскому лагеря. Если сейчас, никак. Вот я первым делом обращаюсь в местную печать. Они помогают, печатают объявление. А если нет? Ну, в таком случае я должен... Я заготовил уже, афиши выставляю. А если нет? А если никак нет? Ну, значит, тогда как-то через интернет. То есть, какие-то выходы я стараюсь найти. Многовариантность. Но у меня главная цель, чтобы были хорошие дети. Не много, а дети. Пусть мало будет, но дети, которые это будет на пользу наших. Кто-то приедет с детьми, просили из других местностей. Вот. Вы такой приедете, своего Макария привезите. Ему будет очень интересно. У брата, может, будет. Вот так у меня наберется. То есть, в любом вопросе. У меня стоит цель. Если мне нельзя перепрыгнуть в планку, значит, я поднырну под нее. Но у меня цель. Я должен прийти. Выжить во что бы то ни стало, попал в тюрьму. Такой цели не ставит, говорит Солженицын. У меня, говорит, цель одна. Я перешагнул порог тюрьмы и сказал, я пришел умереть. Все, сдохла собака. Уже не один следователь. Вот он, молодец мой. Мы за него молимся, его имя на молитве повторяем. Вот. Поэтому. Ну-ну. Чаще останавливается на слово «если». Он на девочку похож. А-а-а. А это девочка. Я думал, парень. У него так голова, она торчит, там одни глаза. Я не вижу. Ну, вон оно, какое дело. Ну, вот так. Игнатий, сердечно благодарю вас за радость общения. Ну, я не настаиваю на конечном ответе. Это мой опыт. Опыт 53-х лет. Когда я жил не во сне. Сон на меня никто не видел. Поэтому я старался, узнавал, записывал. Не только православные, а много конспектировал. У католиков, у баптистов, у пятидесятников, у адвентистов. Все, что попадало под руку, я старался выжить до конца. Полезное находил. Везде. Один-такой раз услышал, все для меня понятно. И я после этого старался сотням людей передать. Краем уха только послушал. Мне Бог дал внимательное ухо. Я благодарю Бога. А если не так, ну, Бог укажет где-то. Находятся люди, которые именно вот это знают. И я еду к ним. Я у ног людей никогда не стыдился сидеть и учиться. Как Саввл у Гамалиела у ног. Ну, раз я это искал, и Бог пожалел меня, и не оставил меня во тьме. Что? Все? Да, Игорь Тихонович, благодарю вас еще раз. Спаси Христос, благослови вас Бог. Будем теперь дать ролик, выход до ролика. Спасибо. Послушайте. Ну, ладно. Вас на руку будет. Спасибо.